Слушай, надо посмотреть, сегодня же какая-то супер-сватка. Кстати, где он? Ты знаешь, что такое борьба Чапалах? Чапалах? Нет, но посмотрю. Это то, чем Дагестан занимается в соревнованиях, если схватка не будет в пользу. Но это же комбо-джитсу, ты знаешь, там шлифтки и там всякие. Комбо-джитсу, оно обычно приходит на ковы, а Чапалах-борьба обычно за ковы. А он не сегодня. Давай, бей по счету, бей! Слушай, да интересно будет, посмотрим, если они после этого еще на улицу не выскочат. Мало ли, оскорбительная вообще Палах, внизительная. Если даже выйдут какие-нибудь, так скажем, чеченцы-литагестанцы у нас, то массовая драка сразу же, я думаю, перерастет уже. Зато интригующие схватки между русскими и кавказцами. Я считаю, что она обязана перерасти в порядочную драку. В конце концов, пока еще никто не перебил драку серьезных мужчин на винтеркапе. Все-таки, ну, пора сбивать лидера, я считаю. Я считаю, что либо давайте, либо по правилам ММА проводим, либо джиу-джитсу. А это что-то, что-то какая-то экзотика, мне кажется, излишняя. Ну, у меня не заходит такая тема. Но она прикольная. Я ни разу не смотрел комбо-джиу-джитсу. Правда, мне неинтересно оно. Я смотрел только одну схватку, какая рутала. Ну, там нормально чаполаками он забивал пацаны. Ну, такой агрессивный чаполак. Я, свидетель, наверное, первой схватки в России на соревнованиях по комбо-джилу, сказал, что это унылое зрелище. То есть у эти Браво, люди там за деньги, видимо, борются, они лицо подставляют нормально. А когда на Газстейшне боролись Соловьев и Юнка, они легли друг другу жопами. И как бы просто, до чего они были доставлены до жопы? Они друг друга били просто по жопе, а пытались друг другу оторвать ноги. Выглядело это унылейше абсолютно. Я думаю, здесь будет как бы прямо так же. Но я надеюсь, что секунданты зрителей, они не останутся в стороне и тоже примут в этом участие. Независимо от приглашения. Следующий чаполак, конечно, в гостерик Дмитрий. Я бы хотел, наверное, видеть какую-нибудь агрессивно настроенную крупную девушку с такими профеминистическими взглядами и какого-нибудь не самого сильного мальчика, но чтобы у них шансы были примерно равны, чтобы можно было достать попкорн и наблюдать. Я принес фотоаппарат, и я буду фотографировать людей. Не за деньги, просто похреково. Просто посмотрим, как это будет выглядеть со стороны для начала. Ну и в целом, если делать такие жесткие чаполаки, можно проваливаться под болевые. Например, ты работаешь с чуваком, он в TheGuard тебя взял, раз замахиваешься на чаполах, а он в Кейгард куда-нибудь закручивается. Ну, ты понял, да? Сейчас наши подписчики начали гуглить, что такое Кейгард. А, да? Ну, простите. А, кстати, в премиуме вы найдете все ответы на свои вопросы, смотря вот нашу речь, слушая нашу речь, в премиуме есть все. Вот я смотрюсь каждый раз, релиз премиума, и хватаюсь за голову, и думаю, боже, такие копейки, а я отдавал столько денег за приватные группы. Плюс вы можете всегда давать советы автору, какие обучалки выложить. Единственное, с обоснованием и 100 рублей на СБЕР за необоснованные советы. Магомед вообще шарит во всех правилах. Во всех правилах наших групп очень толковый человек. Если вы что-то не знаете и хотели бы спросить, но боитесь обратиться ко мне, или к Чехову, или к Насте, спросите советы у Магомеда. Это на одну сотку больше, но зато вернее. Да, начинай любое предложение, либо критику с рубля. Вот, и все. Пойдем, Патчхалов? Пойдем.